Добрый день! Сегодня дорогие зрители и подписчики нашего канала я вам хочу показать новиночку, мою новую покупочку, перед которой я опять не устояла. Вот это олеандр домашний. Прекрасное нежное растение. Я купила, проходя. Растут и в офисах, у нас растет в сети центре. Мы как-то с дочкой отщепнули два кусочка. Посадили его в землю, нам сказали, что можно в землю, но что-то он не принялся. Вот сегодня это я купила в базаре. Расспросила. Бабушка сказала, что это очень неприхотливое растение. Его, правда, нельзя не перевлажнять, не пересушивать, умеренно поливать. Растет, она сказала, очень медленно. Пока еще не цвел, поэтому я не знаю, какими цветочками он будет цвести. Он бывает красный, малиновый, белый, розовый. Я расспрашивала, как его размножать, как его укоренять. Сказала, что надо отщипнуть веточку и поставить водичку, чтобы формировать дерево, прищипывать верхушечки. Также так же формируется китайская роза и многие другие. Колиус. Очень хочется уже отщипнуть, поставить водичку для укоренения. Ну да, 10 дней, чтобы оно адаптировалось к новой обстановке. Любит больше свет. Чем больше света, тем красивее куст формируется, тем он пышнее, тем больше это растение цветет. Это очень неприхотливое растение. Очень красивое растение. Но нужно быть, оказывается, я узнала, что с этим растением нужно быть очень аккуратным. При обрезке, пани и кроне, бывать перчатки. В помещении, где находятся домашние питомцы и детки, еще и в спальне, это растение держать нельзя. Оно ядовито. Я знала о нем многие вещи. Естественно, переспросила еще у бабушки. Ничего она мне такого подробного не рассказала о его ядовитости или еще каких-то таких моментах. Сказала, что она отщипнула это растение тоже в каком-то офисе, его укоренила и вот размножает и продает. Но это у нее последний экземпляр. Куда-то она должна переезжать. Поэтому она продает это растение. Но я долго с ней разговаривала. Многие люди подходили, тоже хотели его купить. Но так как я уже держала его в руках, естественно, оно осталось у меня. Я вот со стола поставлю его на окошко и мы посмотрим, как оно смотрится еще на окне. Вот это замечательное растение. Это окошко выходит у меня на юг. Это окно москитной сеткой. То не совсем прямые солнечные лучи попадают, а рассеянный свет. Сейчас я это растение полью настойкой, так как оно полито, я полью настойкой с банановой кожурой. У меня в бутылке есть банановая кожура, залито водой. На литровую бутылку, там 1 литр 250, лежит одна банановая кожура, залито отстойной водой. Я отстаивала 3 дня, и оно постояло тоже 3 дня. Я полью сейчас эти. Не знаю, правда, и она не знает, какими цветочками оно зацветает. Но из этого семейства, олеандров, розовое называют еще розовое. С розовыми цветочками растение называют еще розовым лавром. В правильном уходе образуются цветки с июня по октябрь. Очень важное предупреждение. Нужно обязательно помнить, что все части олеандра, листья, стебли и цветки ядовиты. Поэтому во время ухода за растением следует соблюдать осторожность. Животные, которые съедают его листья, могут погибнуть. Может умереть и человек, если попробуют его цветки. Так что давайте будем аккуратными с этим прекрасным нежным растением. Лучше соблюдать меры предосторожности и не испытывать судьбу. Итак, если вам понравилось это видео, поднимайте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. И всего доброго. До новых встреч. Пока-пока.